Приветствую вас! Отвечая на первый вопрос, хочется сказать, что да, действительно, сны могут сниться от переживаний, и то, что вы видите сновидения такого типа, это сказано, да, действительно, с тем, что вы чувствуете по поводу того, что ваш близкий человек ушел. Это нормально. С другой стороны, срок, который описывается, ну, он не сказать, что бы маленький, да, но не сказать, что бы такой же очень большой, то есть 8 месяцев это, ну, это, на самом деле, немного для грабания, по человеку, который для нас много значит. Вот. Поэтому, значит, первое, что я вам рекомендую, это, как следует, оперировать потерю. То есть, здесь я, пожалуй, соглашусь с коллегой в том смысле, что вам действительно нужно пройти все стадии, определенные стадии. Вот. Значит, действительно нужно пройти все стадии переживаемого, переживаемого вами горя, и только тогда вы сможете его опустить, опустить эту ситуацию. Вот. Вот. В первую очередь, вам нужно отплакаться, как следует, откричать, отстрадать, от истерить, то есть, грубо говоря, от регрессироваться. То есть, все в этом состоянии, когда человек плачет, когда у него эстерик, когда он слабый, это все регрессивное состояние. И в регрессивном состоянии вам необходимо, наверное, как следует, понаходиться. Я не знаю, я не знаю, находились ли вы в этом состоянии, были ли вы в нем, не были ли вы в нем, если были, то как, если не были, то почему. То есть, может быть, все ваши переживания связаны именно вот с этими моментами. То есть, именно с тем, что вам, ну, например, запрещено чувствовать, запрещено переживать. Но, тем не менее, регрессия обязательно. Дальше. Следующий момент. Это момент такого экзистенциального смыслового аспекта. Да. То есть, если вы верите в Бога, то в этом случае вы, наверное, понимаете, что ваша бабушка, она сейчас в лучшем мире, ей хорошо. Она наблюдает за вами, да, она как бы с вами, она никуда не делась. Ее душа, она будет оберегать вас, вот. И, собственно говоря, все, что вы делаете, все, что вы, вот, как вы себя ведете, все это бабушка как бы наблюдает. И здесь у меня вопрос, он скорее к вам. Вы как думаете бабушку радует то, как вот вы живете сейчас? Бабушку радует то, что вы, ну, например, продаете на данный момент, да, то, что вы убиваетесь из-за нее и так далее. Вот как вы, как вы сами, сами думаете? То есть, если вот принять эту позицию, да, что, ну, что бабушка, она наблюдает за вами, да, то она видит вас и так далее. Я вот предлагаю посмотреть на эту ситуацию вот с такого ракурса. И, соответственно, если мы продолжаем придерживаться идеологического взгляда, то здесь обязательно нужно сказать о том, что если бабушка умерла, значит, пришло время. Ей пришло время, а это значит, что, ну, на то воля божья и, собственно, против этого ничего не пойдет. То есть вам нужно сходить в церковь, значит, помолиться, возможно, вот, поставить свечку и, как бы, еще раз проститься с бабушкой. Вот, если этого будет мало, то, соответственно, можно будет поговорить со священником, вот, дабы священник вам как-то уже помог, ну, оставить, может быть, оставить бабушку, вот, там, где она, да, и чтобы двигались дальше. То есть священник, он в этом плане, он, именно вот в плане теологии, в плане теологического момента, он священник более подкованный, он вам в этом аспекте, конечно, гораздо лучше помонит, гораздо лучше вам подскажет, вот, и, собственно, вы сможете таким образом ситуацию отпустить. Возможно, и другой расклад, что Бога вы не верите, и тогда необходимо обратить внимание на ваши чувства, на ваши эмоции, на ваши переживания. Вы говорите, что я не могу отпустить бабушку, вы говорите, что я переживаю, как смириться с утратой. Утрата, утрата, в данном случае ваша, то есть это вы чувствуете утрату, значит, вы что-то потеряли. Если вы что-то потеряли, значит, нужно понять, что именно, с тем, чтобы это восполнить. Ваша бабушка, она, безусловно, давала вам то, что вы, ну вот, хотели, то, в чем вы нуждались, бабушка ваша, вам в этом помогала, она вам давала это, безусловно. Но необходимо, 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 да, теперь понять, что в этом ваша задача, то есть это ваша задача получать то, что вы раньше получали от бабушки. То есть это нужно немножечко сместить акцент в бабушке на, собственно, себя. И увидеть, что же, собственно, я сама хочу. Что, собственно, мне самой нужно. Нужно. И для чего, для чего, для чего, за всем, почему и так далее. Далее. Далее можно сказать так. Так. Я полагаю, вы не будете спорить с тем фактом, что вы бабушку хорошо знали. Вы знали ее очень хорошо. Вы знали, каким она была человеком. Вы знали, какой она была личностью. Вот. И я думаю, я думаю, что после своей смерти это никуда не делось. То, что вы о ней знали. Вам нужно всего на всего лишь запомнить ее. Вы знаете, как бабушка себя вела. Вы знаете, как бабушка относилась к тем или иным вещам. Вы знаете это все. А это значит, если вы знаете это все, это значит, что вы ее можете общаться с бабочкой и сейчас. Она живет внутри вас. Память о ней находится внутри вас. Вот, на мой взгляд, именно на этом нужно обострить ваше внимание. Она никуда не ушла. Она с вами. Поэтому вы по-прежнему можете с ней разговаривать с бабочкой. Вы по-прежнему можете с ней общаться с бабочкой. Главное, чтобы у вас было желание, чтобы вы умели это делать. Чтобы вы хотели этому научиться, может быть. Так, может быть, будет правильнее сказать. Понимаете? Это такой больше экзистенциальный аспект вашей проблемы. И, соответственно, он может подойти, может не подойти. То есть это зависит, на самом деле, от многих факторов. В зависимости от того, насколько вы восприимчивы к такого рода вещам. Насколько вы контролируете себя и так далее. Вот. Значит, ситуация может быть и такой, что подобные вещи вам могут вообще не помочь совсем. Такое тоже может быть. И в этом случае, если вы чувствуете, что вам не помогает, да? В этом случае, на мой взгляд, имеет смысл поработать уже более глубоким слоем вашего сознания. Более глубокой, значит, счастью его. И уже на уровне ассортации, на уровне эмоций, на уровне чувств бабочку вашей отпустить. Для этого есть методики, для этого есть техники. Вот. Для этого есть средства. Главное, чтобы вы этим действительно озаботились и чтобы вы действительно захотели это сделать. Это требует определенной работы, но тем не менее. Вот. Суть ее заключается в том, что вы, скорее всего, не простились с бабочкой. То есть вы не отпустили. Грубо говоря, вы не представили ее мертвой. Тут сработал, конечно, защитный механизм в некоторой степени, потому что это очень болезненно, понятно. Это очень болезненно представлять любимого человека мертвым, но тем не менее. Это необходимо. Это необходимо. Необходимо представить им мертвой, чтобы вы ее опустили, чтобы вы просили с ней и все. И, соответственно, в таком случае, в таком аспекте вам перестанет снится то, что снится. То есть вы перестанете видеть эти свои сновидения и вам будет легче. Вам будет легче и, в общем, свободнее. Вот бабушка перестанет влиять на вашу жизнь, на ваше ощущение, на ваше мироощущение и так далее. Всего этого, собственно говоря, не будет у вас. Вот. Но это определенная работа, поэтому тут так вот вам не поможешь. Тут нужно именно разбираться и именно работать непосредственно с вами. Ну, если вы хотите, чтобы был реальный эффект, то тут нужно работать с вами. Опять же, конечно, это исключительно вам решать. То есть работать, не работать, это решайте только вы. Я вас ни в коем случае не заставляю. Вот. Я просто рассказываю, как обстоят дела и что, собственно, можно сделать. Вот. Ну, то есть в ответ, собственно, на ваш запрос, который вы задали. Вот. Мне кажется, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Точнее, на ваши два вопроса. Смерть близкого человека, особенно если вы были друг к другу привязаны и привязаны достаточно сильно. Точнее, вот, смерть близкого человека, это, конечно, очень тяжелое событие, драматичное событие. И оно, это событие, как правило, меняет определенные взгляды человека, меняется ход мыслей, меняются какие-то представления. С точки зрения мнения меняются, могут изменяться точнее. Вот. Вот. И, поскольку вы довольно молоды, то, соответственно, риск изменений высокий, ну, что у вас будут эти там изменения. Вот. И, соответственно, соответственно, я бы рекомендовал вам подумать, какие именно мысли у вас, собственно говоря, появились. То есть, что вы чувствуете, что вы чувствуете, как вы чувствуете, ну, вот, именно, именно в данный момент. Чего хотите, именно, чего хочется вам. В чем, ну, в чем нуждаетесь, какие мысли, ну, все ранее, может быть, эээ, может быть, выводы какие-то вы готовы сделать. Может быть, какие-то, эээ, какие-то моменты в своем поведении, эээ, готовы поменять. Может быть, в себе вы что-то готовы поменять. Эээ, вот на эти все аспекты обратите внимание. Потому что это очень важно. Я не буду скрываться, а вот это действительно очень важно. Все вот эти вещи, это очень важно для вас. А почему? Почему важно? Важно это по той причине, что это отреагирование. Если вы хотите, если вам хочется избавиться от того, что происходит сейчас, да, то нужно именно отреагирование. И отреагирование качественно, хорошее. Чтобы прямо вот вы могли сказать, да, я отреагировала, да, я сделала то, что, ну, например, там, грубо говоря, поняла в результате батерей бабочки. Вот, например. Вот. Вот. Это вот, ээээ, тоже довольно серьезный момент. Его ни в коем случае нельзя принижать и считать, что он какой-то ненужный, он не важный там и так далее. Вот. Вот. Это нужно и важно на самом деле. Это все нужно и важно. То есть, ничего, вот, абсолютно ничего лишнего и ненужного здесь быть не может. Просто потому, что это касается вас. Вот, вот, все, что, все, что вы говорите, да, все это касается вас. И обесценивать это вот, если вы будете это обесценивать, что-то вам хочется. Ну, травма может остаться у вас, эээ, как бы, внутри. Вы можете загнать ее, эээ, глубже, свою травму. И тогда вам будет сложнее с ней справиться, и она будет на вас потихоньку влиять. Вот. Ну, то есть, это будет, может быть, незаметно, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Я думаю, что на этом можно закончить мой вам ответ. Надеюсь, что он помог вам. Надеюсь, что он был полезен вам. Надеюсь, что вы получили пищу для размышлений. Вот. Значит, соответственно, не забывайте о том, что есть способ опустить, а бабочку есть способ, есть работа над этим. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!